Всем привет, с вами Прием. Третий сезон уже начался, длится он второй день. Успели ли вы пройти 10-й ключ для того, чтобы 17-го числа в среду получить 440-ую добычу? Нет? Зря. Если сделали это, то я думаю у вас уже очень много каких-либо воспоминаний о таком прекрасном модификаторе, как Манящий. Но для тех, кто еще ни разу не был в подземельях 10-го и выше ключей, нужно все-таки рассказать об этом модификаторе и немножко так морально подготовить к тому, с чем придется столкнуться в данных подземельях. Существует три моба определенных, они спавнятся, как мне кажется на текущий момент, относительно рандомно, но способности у них уже четко определенные и по их именам можно прекрасно все это понять. Первый моб, которого можно встретить в таких подземельях, Меченый, Бездный, Посланница. Самый обычный моб, делающий АОЕ каст в радиусе 60 метров. Прерывать его нельзя, хотя по первому касту анимация такая, что якобы можно. Длится он 9 секунд и сносит он примерно 50% хп. После каждого успешно проведенного каста этим мобом, то есть каждые 9 секунд, дэмидж будет расти на 50%, то есть если изначально там это тысяч где-то 150-170, то потом это уже примерно будет где-то 220-250, и так оно будет расти, 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 все смотря там от вашего избегания универсальности. Этот дамаг, конечно, будет резаться, но где-то, я думаю, стаки на четвертом, на пятом вы будете ловить ваншоты. Самая хорошая тактика против этого моба, просто найти метку какую-то заранее, такую стеночку, где можно будет лосать эти АОЕ касты. Заранее поставить или найти в бою ее, это уже все смотря от вашего боевого опыта. И просто забегать под конец каста, вот и все, ничего сложного на самом-то деле. Для упрощения убийства этого моба можно не бить его по своему таргету, а, допустим, подпулить трэш или взять сагрит рядом стоящий, бить через эту самую посланницу и просто, будучи танком, отводить этот трэш за стенку лосать. То есть если, например, ваши милишники не могут отслеживать каст, то, мягко говоря, вы это делаете за них путем введения трэша за стенку. Предоставленные клипы взяты с моего стрима, немножечко есть мата, но он запикан. Думаю, вы насладитесь их просмотром. Подожди, он не кикается? Серьезно? Че, совсем упоролись, что ли? Но он лосается. Да, он лосается. Ну, в теории, ее можно лосать спокойно вот тут. Типа... Че сейчас? Три, два, один, убегаем, да? Чик? Все. Выбегаем, бьем. Так, это кто? Это посланница с костами. Ага, тут лосать. Тут есть где лосать. Типа... Чик. Я не хочу половину хп терять на... Мучительном, блядь. Это вообще жопа полнейшая. Типа, не-не-не. Хотя, это непрофессионально. Нужно заходить и... Блядь, ее потихоньку уже начинать. Чик. Ну, как хорошо. Заметили, да? В принципе, эта дурочка стоит в всегда хорошем месте. То есть, ее... Очень удобно бить. Следующим мобом является посланница глубин. Пожалуй, это самый мирный моб из тех, которые встречаются на данном модификаторе. Самый обычный мобчик имеет меньше хп, чем первый. Вешает ауру рядом с противниками. Ну, для них это союзники, для нас это противники. На то, что невозможно кикать косты, то, что нельзя станы кидать. Можно, конечно, этого мобца кинуть в какой-нибудь дезорент. Или я, играя на монке, кинул просто-напросто самый обычный паралич. Но он срабатывает всего лишь на 6 секунд. Это не особо полезно. Лучше либо по таргету спулить этого мобца, либо, как вариант, через него зауешать остальной трэш. Вот и все. Но при этом самое главное, чтобы мобы, которые кастовали рядом, делали такие косты, которые не могут вас ваншотнуть. А нам пофигу на нее. Мы ее убьем. И все. Мы ее вот так вот чик-чик-чик. Ага, даю стан. Знаю уже, что станы не работают. Куда я станы леплю? А подожди, не бафается? Что? Подожди, мы только что убили моба. А она не бафается от усиливающего. Ну да, дурочка только на 6 секунд контролится. Это мало. Вот так вот и все. Типа, посланница глубина, это, наверное, самый мирный моб из тех, который тут представлен. Ну да, до тех пор, пока она не телепортируется, ее аура еще действует. Малость неприятно будет бить усиленные таргеты. По итогу. Хм, ну хорошая-хорошая неделя для фарма. Позитивные, я бы сказал. Третьим мобом является зачарованная посланница. Увы, особо много с ней не пришлось поработать. Она встретилась всего лишь один раз, и это действительно обидно. Хороший, интересный моб. Механика его прекрасно будет отображена на следующем клипе. И по итогу, что нужно делать? Ну, просто периодически дамагать этого мобца. Например, друид какой-нибудь там гнев может кидать, будучи рестором. То есть, это не сильно скажется, я думаю, на выживании танка в данный момент, но очень поможет группе. Так как вокруг моба находится барьер, который прям видно, такая область огромнейшая. И в этом барьере, если стоят мобцы, другие, то на них вешается аура рефлекта, отражение урона, на 150% от нанесенного урона. То есть, стоит моб, асшарский вот этот, да, стоит рядом с ним 3 моба еще, к примеру. Вы это все пулите, вы не отводите этот барьер. По этим 3 мобам вы даете удар на, к примеру, тысяч где-то 50 каждому. И по вам дамагается 150 умножить на полторы, это получается 225 тысяч. Неплохо, да? Я думаю, это будет почти ваншот для многих дамагеров. Так что задумайтесь, кого дамагать лучше в этот момент. Мышкой ставить клик все-то такое себе. Ну вот, видишь, то есть они просто бьют ее по чуть-чуть, и она отталкивается. Суть такова, чтобы моб, вот этот, пробыл 30 секунд в бою. Моб теряет энергию, и в итоге телепортируется. А моб опасен тем, что имеет ауру рядом с собой. Вот примерно такие пути реализации я нашел после того, как популил все эти паки с мобцами, с помощью модификатора «Манящий». Думаю, вы изобретете какие-то тактики и для себя. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого.